Вот, ладно, вернемся к брендингу. Что такое бренд? Ну, кто-нибудь один? Ну, не все сразу. Один мне нужен. Один. Кто? Кто? Что? Образ. Знак. Отлично. Отлично. Спасибо. Спасибо. Задача была не то, чтобы вы все ответили, а то, чтобы вы все задумались. Идем дальше. Да, бренд – это образ. Это определенный образ, который… Но не только образ. Не запоминайте, что бренд – это однозначно образ. Это в том числе и образ, который мы запоминаем, который мы доносим, за счет которого мы передаем какую-то информацию. Вот мы видим с вами яблоко. Здесь есть просто яблоко, есть надкусанное яблоко. И на этом этапе это вполне может быть и Apple, и Intan. Как вы думаете, кто это? Кто пользовался услугами стоматологии Intan? Никто. У кого есть Apple-овские гаджеты? Даже лень руки поднимать. Вот. Окей. Да. Некий образ. Что нам говорит этот образ? Ну, давайте взбодримся. Вам нужно размяться. Следующий Ваня будет Богданов. Давайте. Что? Почему яблоко-то в конце концов? Окей, это Apple. Почему яблоко? Кусать. Логично. Змеи-искуситель. Неплохо. Еще. Начал-начал. Сочно. Сленговое выражение. Сленговое выражение программистов. Окей. Еще. Что за сленговое выражение? Ага, окей. Еще. Ага, окей. Видите, сколько мы с вами классных версий придумывали. Вот. Вы наверняка знаете эту историю, что пришел Джо, сказал, если вы от стола не придумываете название до конца дня, то мы просто назовем компанию Apple и поставил яблоко на стол. Вот. Есть такая история. Если бы ее не было, то можно было бы придумать. Хорошая история. Правильно работает. Вот. Вот смотрите. Это первый логотип компании Apple. Чтобы вы знали. Вот. Вот. И здесь мы видим с вами некого ученого, который сидит под деревом. Вы наверняка знаете, кто это ученый. Это Циолковский. Нет? Кто это? Правильно. Вот. Ньютон сидит и придумывает закон всемирного тяготения, когда ему на голову падает, соответственно, яблоко. Вот. И таким образом, это образ, который нам несет, это метафора изобретения, изобретательства, чего-то нового, какого-то яркого открытия. Вот. И дизайнеры подумали, нужно сделать красивый логотип. Нам же никак. Там за логотип Nike 35 долларов заплатили чуть-чуть побольше. Вот. Нам нужно тут добавить всего-всего. Они нарисовали красивую гравюру, посадили ученого, повесили яблоко. Но не очень понятно, при чем здесь яблоки, потому что просто мужик сидит, книжку читает. Вот. И тогда они, видите, его подсветили немножечко. Glow shadow тех времен. Вот. И, соответственно, донесли некое сообщение. Вот. Это был образ. Потом добавились всякие другие ассоциации, которые придумывались нами самими, которые как-то запускались в нашу голову при помощи средств пиара, брендингового маркетинга, и так далее. Вот. Но, тем не менее, есть несколько ключевых ассоциаций, которые не противоречат бренду, идеологии бренда Apple. Это есть первооткрывательство, открытие, изобретение и тара-та-та. Все, что мы с вами видим. Это мы видим какое-то, опять же, открытие, первородный грех первый, когда Адам и Ева кусают яблоко. Вот. И тут мы с вами уже думаем, действительно, ведь так хочется новый айфончик. Вот. Никак вообще не удержаться. И потом я буду, как там, окажать детей в муках, то есть платить кредит за айфон и так далее. Вот. Если мы перефразируем. Но, тем не менее, эта метафора, она вполне подходит Apple. Они ее официально не поддерживают и не будут, но она логично вытекает, и она не противоречит. Вот. Сложнее с русалкой. Кто знает, почему русалка у Starbucks? Кто-нибудь знает? Хоть один человек. Видите, я тоже не поднял руку, я тоже понятия не имею. Один есть. А передайте, кто поближе сидит и слышал. Да, можно и так. Moby Dick, да. Ага, отлично. Неплохо. Хорошая тоже история. Не противоречит бренду, но и нам не очень помогает. Но это и не так важно, потому что русалка сам по себе образ запоминающийся, и мы его запомнили. Вот. Таким образом, образ, который мы хотим показать, он не всегда несет нарративную информацию. Он не всегда будет запоминаем, он не всегда будет правильно считан. Вот. Нам главное, чтобы он просто послужил неким триггером, за который человек зацепится, когда услышит, увидит русалку, подумает, неплохо бы выпить кофе. А смотрите, как действительно русалки своими сладкими песнями заманивали моряков, они не могли куда деться, и вот сладкие всякие кофеечки вкусные в Starbucks заманивают туда утренних моряков и так далее. Вот. В принципе, нормально все ложится. Вот. Но придумано не поэтому. И когда-нибудь... Запятой не хватает, знаю. Вот. Когда-нибудь вам зададут этот неудобный вопрос. Да кто вообще про это думает? Зачем вообще это все нужно? Вот эти вот сложные метафоры, кто вообще их может как-либо разузнать, раскусить? Я услышал этот вопрос вчера. Вот. Я был на встрече с клиентом, он мне спросил, да, это вы все классно рассказываете, я вижу, вы такой замечательный творческий человек, но мне как технорю вообще это все непонятно. Я вообще не понимаю, зачем все это нужно. Вот. И на этот вопрос вам придется как-то ответить. Как? Узнаем потом. Помимо того, что бренд это образ, бренд это еще и ощущение. Это ощущение, которое у нас появляется, когда мы слышим, видим какое-либо упоминание, слышим джингл, слышим рекламный слоган или название компании, видим логотипы или ключевые какие-то изображения, которые с ним связаны, с этим брендом. Это ощущение, которое у нас появляется. Как работать над этим ощущением? Чтобы нам нужно обязательно его передать, потому что иначе же не будет ничего не сработать. Человек не почувствует эту коммуникацию, он не поймет, о чем вы говорите. Чтобы передать ощущение, нужно его сначала почувствовать. Вы должны его почувствовать, осознать. Вы не должны не знать, какое оно, а вы должны его действительно почувствовать тонко. И после этого вы, как творческие натуры, как сказал мне этот парень вчера, должны, как тот дизайнер, по которому мы уже говорили, который умеет разговаривать на визуальном языке, вы должны это ощущение графическими образами передать. И у вас в руках будет, с одной стороны, образ, и вы можете использовать какую-то метафору, а с другой стороны у вас будет интонация, с которой вы можете донести это сообщение. И эта интонация будет выражаться в оттенке цвета, она может выражаться в шрифте и так далее. И как вы помните, мы сегодня говорим про типографику, поэтому в шрифтах это все очень тонко чувствуется. Но действительно оно чувствуется и действительно тонко. Людей, которые хорошо разбираются в шрифтах, не так много. Я здесь знаю только одного. Вот, вон он в конце стоит, это Ваня Гладких. Вон он, смотрите, машет вам рукой. Завтра он расскажет. Надеюсь, я никого не обидел. Кто считает, что он тоже разбирается в шрифтах классно? Как Ваня? Извините, что я вас обидел. Вам нужно передать ощущение. Мы с вами не создаем шрифты и вряд ли будем создавать. Может и будем создавать, это на самом деле не так все сложно. Но мы с вами умеем эти готовые формы интерпретировать. Мы должны понимать, зачем все это делает. Собственно, ощущение. Чтобы понять нам и передать ощущение бренду, нам нужно понять, кто он. Кто он как человек. Кто-нибудь видел эту знаменитую рекламу? Да, кто не видел? Молодежь. Вот. Это реклама Apple, которая долгое время крутилась по телевизору. В Америке у нас не крутилась. И это прям был большой сериал. Много лет они изображали. Вот. И там были такие забавные, очень юмористические сценки, в которые разыгрывали два персонажа. Они так и говорили в самом начале. Hello, I am Mac. Этот говорил Hello, I am PC. Вот. Ну и понятно, да? Вот. Понятно, что это Mac, а это PC, да? Нет. Наоборот. Вот. Понятно, как выглядит Apple, как выглядит Macintosh, как выглядит компьютер PC-шный. Вот. И очень интересные ролики. Прямо найдите на YouTube, быстро найдете. Там Hello, I am Mac или Mac PC. Быстренько найдете. И там будет, не знаю, 45 минут увлекательных анекдотов и подковок. Вот. Различных. Они там по любому поводу, какой-то маленький инфоповод они брали и сразу быстренько обыгрывали в продакшн, потому что, сами понимаете, несложно снять все это. Вот. И была целая хорошая подборка анекдотов. И это была очень хорошая визуализация. Людям сразу понятно, что один бренд выглядит так, другой выглядит вот так. И этому бренду вам гораздо легче сопереживать и вообще понимать, кто он. Потому что мы с вами не привыкли общаться с предметами. Никто же не разговаривает со стулом. Нет же здесь таких? Или я опять кого обидел? Вот. Никто не разговаривает с мебелью, никто не разговаривает с розетками, даже с компьютерами никто не разговаривает. И с телефонами вы разговариваете с человеком с той стороны? Окей, сейчас мы разговариваем с Siri на iPhone, вот, но совсем недавно мы еще не разговаривали с телефоном. Вот. Так или иначе, нам общаться с людьми гораздо привычнее и понятнее. Нам общаться с людьми гораздо интереснее. Вот. И поэтому с людьми мы и общаемся. И коммуникацию, и какое-то сообщение мы скорее готовы слышать от людей. Поэтому, чтобы вам хорошо прочувствовать бренд, чтобы потом от его лица говорить визуальным языком то, с чего мы начали, вам нужно очень хорошо понимать, кто он, какой он, как он выглядит, как он одевается. Вот. Это то, над чем нужно задумываться. И когда вы разрабатываете бренд, и когда вы от лица этого бренда работаете, делая какие-то рекламные макеты, подбираете шрифт, если он еще не подобран. Таких ситуаций тоже довольно много. Вот. Любое графическое высказывание, оно должно соответствовать общему образу. Здесь мы с вами видим, что все одно к другому подходит. Да? Вот. Он в штанишках, у него выправлена рубашка, расстегнута верхняя пуговка. Вот он такой вот весь, чуть-чуть закатанная рукава. Подозрительно. Окей. Да. Все элементы подходят один к другому. Все они несут определенное. И здесь мы видим совершенно дурацкий галстук, висящий костюм. Наверняка у вас есть знакомые, у которых такие есть. Вот. Идем дальше. Как понять, кто этот человек? Вы поняли, что этот человек, окей, просто так легче представить. Такая небольшая игра. Вы поняли, какой это человек. Вам нужно как-то для себя очень быстро повесить какой-то на него ярлык, маркер. Какой-то придумать архетипчик, к которому вы его можете отнести. Это может быть что угодно. Это может быть сын чиновника, заядывая филателист. Очевидно же, как делать дизайн для заядывого филателиста. И от лица заядывая филателиста. Легко. Мамочка, заядывая болельщик, девушка с супругой попой. Это все реальные примеры из реальной практики, с которой мы работаем. Я прихожу к дизайнеру и говорю, мне нужен шрифт, и это должна быть девушка с супругой попой. Давай. Вот. И он находит этот шрифт. Юнисанс. Вот. Мне нужен адреналиновый топ-менеджер. Мне нужен бренд-адреналиновый топ-менеджер. И мне нужен шрифт, который будет изображать адреналинового топ-менеджера. Возможно, вам не очень понятно, что такое адреналиновый топ-менеджер. Там немножко был некий бэкграунд перед этим. Вот. Это такие топ-менеджеры больших компаний, которые все время на стрессе, и у них просто адреналин постоянно выделяется, и они зависят от этого. Им драйв какой-то постоянно в жизни нужен. Хипстер. Ну, тут все понятно. Помимо того, что понять, кто он, нужно и понять, где он. Мы все с вами взрослые люди и, конечно же, все видели Гарри Поттера. Мы совершенно себе отлично представляем ту вселенную, в которой существует Гарри Поттер. Мы представляем этот мир, мы представляем эту школу, мы представляем, что там нормально вообще появляются Василиски и драконы. Мы не очень себе представляем Лазера и Бластера, согласитесь, это уже другой мир. Не очень себе представляем инопланетян, поэтому мы представляем себе этот мир. И нужно понимать, в каком мире живет этот бренд и в каком мире будет жить шрифт, с которым мы работаем. Вот здесь видите, шрифт Гарри Поттера, который написан, вы вполне себе представляете, он туда вполне себе подходит. Причем, окей, это сказка, но мир Гарри Поттера, он на самом деле в достаточной степени реален. Если мы говорим не про драконов и Василисков, а если мы говорим про закрытые английские школы, если мы говорим про университеты, про Кембридж и Оксфорд, это очень похожая система. Там все происходит так, когда нужно объяснить, что вообще происходит... О-о-о-о, назад, назад, слава богу, не вперед, там есть пара фишек. Когда вам нужно объяснить, что такое Кембридж и вообще как существует закрытая школа, вы говорите, но это как Гарри Поттер, как там все происходит, только без магии, только со скучными книжками. Но в целом этот мир понятен и понятно, какие в нем будут элементы, какие в нем будут цвета, какие в нем будут шрифты, какие в нем будут графические образы, как вы будете обрабатывать фотографии и так далее. Все абсолютно понятно. И когда у вас есть это ощущение и конкретные зацепки, вы это легко и быстренько интерпретируете. Идем дальше. Какой он? Вам нужно понять, какой он по характеру. Добряк он, или весельчак, или зануда, или технарь. Я уже сегодня упоминал. И сам себя человек так называл. Вам нужно понять, какой он инноватор или консерватор и так далее. Понять его как можно лучше и четче. И тогда вы сможете понять, какой он шрифт. Тогда вы сможете представить, каким шрифтом будет этот человек, каким шрифтом будет этот бренд. И вот, например, пример. И тогда вы сможете подобрать какую-то шрифтовую пару. Вот у нас есть два шрифта. У нас есть GoodKearWhiteBlack и MuseoSans. Кто хоть раз делал макет с этими шрифтами? Отлично. А, я делал. Все время забываю. Какие это шрифты? Вот наш GoodKearWhiteBlack. Он добрый, деятельный, современный. Вот он похож на вот этого чувака. Похож? Не отвечайте. Похож. Какой этот шрифт? Он дюжий, свежий и теплый. Он, если мы будем сравнивать его с деревом, то он будет похож на дуб. А это его напарник, который с ним вместе работает, потому что нам нужна была шрифтовая пара для проекта. Это музео Санскер. Он не балдовый, он регулярный. Он добрый, общительный, веселый. Солнечный, пластичный, журчащий, как кипарис. В этом безумном мире нам очень важно определиться со шрифтами, потому что у вас будет огромное количество... Я планирую, что этот слайд будет тем самым, который все в Инстаграм выложат. В этом вам нужно будет решить огромное количество задач. У вас будет огромное количество переменных. У вас будут длинные брифы. И вам нужно будет что-то со всем этим делать, со всеми этими данными. Поэтому в самом начале, я вам советую, прежде чем вы приступили к рисованию, определить шрифтовой парой, с которой вы будете работать. Это может быть шрифтовая пара для бренда, это может быть шрифтовая пара для презентации и так далее. Подумайте, какой характер вам нужен, какими вы хотите, чтобы были эти шрифты, потому что люди, не осознавая это, они все равно это все считывают, они понимают это, они понимают, насколько это уверенное высказывание или насколько оно утонченное и так далее. Все это мы можем увидеть. Выберите себе бойцов, выберите себе шрифтовую пару, определитесь с задачами, которые у вас стоят, прежде чем вы выбираете шрифты. Что вы хотите сделать? Вы хотите запугать, смутить, объяснить, успокоить или вы хотите просто промолчать? Вы хотите, чтобы ваш шрифт не выпендривался и отошел на второй план и был незаметным? Не в нем самое главное. Подумайте, что вы хотите сделать, и именно это держите в голове, когда будете выбирать шрифты. Когда вы зайдете на MyFonts и будете просматривать огромное количество шрифтов, среди них есть классные, среди них есть не классные, они будут уводить вас в разные вообще стороны, меры и так далее. Вам нужны четкие критерии. У вас должна быть фотография этого парня, которого вы ищете. Вот. Также вы можете создать, собственно, свою систему критериев. Она может быть любой, лишь бы она была удобной и понятной вам. Это может быть конкретный человек, как я описываю. Это может быть супергерой, которого вы выберете. Вот мне сейчас нужен Бэтмен, а вот сейчас мне нужен зеленый фонарь. Странный, непонятный чувак. Вот. Это может быть музыка, если вы хорошо разбираетесь в музыке. Вы можете... Я вот просто не очень хорошо разбираюсь в музыке, и для меня это довольно сложная история, но в идеале, если для вас шрифт будет определенным треком, то музыка – это чистое настроение. Вот. Если вы сможете вот на этом уровне работать, это будет очень круто. Вот. Если у вас будут такие проекты, где вы подбираете звуковой трек и под него поднимаете шрифт, пришлите мне, пожалуйста, я дополню презентацию. Вот. Буду очень вам благодарен. И ссылочку сделаю. Вот. Это может быть цвет, время суток, любой критерий, который поможет вам четко в этом разобраться. Какие могут быть герои? Вот у нас есть Бэтмен. Он надежный, уверенный и отзывчивый. Никто не будет спорить. И у него есть помощник. Бэтмен, он, знаете, такой слишком правильный. Согласитесь. Когда появилось вот это новое продолжение серии, где Бэтмен был уже не слишком правильный, кассовые сборы очень сильно выросли, потому что он стал на человека, наконец, похож. Вот. Поэтому вот этому правильному идеальному человеку, персонажу, нам нужен помощник. Он современный, отважный, энергичный. Робин, он может совершить какие-то глупости. Он не такой рассудительный. Вот. Но он будет помогать нам во всем этом сценарии, который мы, проектируя какой-то дизайн, будем делать. И при выборе шрифтов обязательно думайте об этом. Это очень ленно. Скажем так, вы никогда не захотите это сделать по собственной воле, потому что вам будет кажется, что времени нет и так далее. Поверьте, выбрав, вот, продумав этих персонажей, продумав и выбрав правильные шрифты с самого начала, вы сэкономите огромное количество времени. Ну вот прям огромное. Представили, сколько много вы сэкономите? В два раза больше сэкономите. Вот. Идем дальше. Как это все работает? Как типографика является элементом системы идентификации? Вот. Вот перед нами сразу, не ходя далеко, на обложке раздела у нас логотип. Кто-нибудь знает, что за логотип? Отлично. Еще есть у нас тут два. Нормально. Три. 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 Три человека. Все дамы. Семь минут. Отлично. Ничего не выйдет. Не получится в семь. Давай восемь. Договорились. Всегда можно договориться. Это музей Виктории Альберта. Вот. Я хотел вам показать, я разделю вот эту презентацию, как работает шрифт в системе идентификации на две части. Первая часть будет посчитана, где шрифт, типографика, типографское решение является первой скрипкой. Все строится на этом. Это суть системы. Благодаря типографике бренд становится брендом. Вся идентика собирается этой типографикой. Вот, например, замечательный проект норвежского агентства Lava. Все наверняка слышали про норвежское агентство Lava. Lava.nl. Каждый день мы с вами туда заходим. Вот. И вот их замечательный проект. Это музей этнографический, посвященный проблемам Азии, Африки и тропических регионов. Что они сделали? Они взяли обычный шрифт, не выпендрежный, не какой-нибудь там акцидентный и супер-пупер этнический. Они взяли обычный шрифт и немножечко поиграли с буквами. Они составили из них паттерны. И мы с вами видим, что это уже какая-то этническая история. Видим? Видим. Спасибо. Вот. Мы видим очень простое, элегантное, классное решение. Хочется сразу пойти и поцеловать их. Вот. Правильно они все сделали. Это музей. Это не... Во-первых, это Голландия. Вы понимаете, что они немножечко покруче нас в плане восприятия визуального языка. Я не говорю, что дизайнеры голландские круче нас. Это очевидно. Вот. Я говорю про то, что голландские люди, которые ходят по улицам, они гораздо лучше считывают визуальный образ, чем мы. Просто потому, что раньше начали учиться это делать подсознательно. Вот. И здесь у нас очень элегантное решение. Оно говорит нам о том, что нужно простым и понятным способом. Идем дальше. Кто знает этот логотип? Кто был в Париже? Вы будете все в Париже, не переживайте. Вот. Это логотип музея Д'Аксе. Музей Д'Аксе. Ну, вы знаете, во французском языке много апострофов там и так далее. Музей Д'Аксе. Очень просто и понятно обрисовали. Очень крутая инфографика. Сразу и логотипы, и типографские решения. И вот они какие-то знаки уже. Вот. Кажется, вот молодцы. Умеют люди работать. Наверняка недавно сделан был проект. Но на самом деле проект был сделан в 1986 году. Довольно давно. Какие ассоциации у вас появляются, когда вы представляете дизайн 1986 года? Вот. А Париж в 1986 году? Вот. Да. Вот. Соответственно, вот такое решение. Утонченное, лаконичное, понятное, не вызывающее каких-то лишних ассоциаций. Простое и понятное. Вот. Идем дальше. И на нем все строится. Оно очень собирает. Его можно поставить на любую картинку, и оно сразу будет узнаваемо. Вот. Еще один пример. Моего хорошего друга Дениса Башева, который выступал в Москве. Вот. Это стоматологический центр доктора Тарасенко. Один из проектов, который он делал. Все строится на типографии. Вот. Тут на типографике. Вот вы все увидели. Вы увидели там. Весь проект просто был построен на этом. Вот. На мой вкус немножечко Денис пережал. Вот. Вот. Денис. Вот. Немножко он пережал здесь с таким, с остроумием дизайнерским. И эта вся история очень была понятна дизайнерам, но не очень понятна людям. Возможно, поэтому она не совсем, не в полной мере интегрирована клиентам. Но, тем не менее, мы с вами вот эти образы, которые типографски решены, можем считать. Другой проект того же автора. Изиспикинг. Вот. По-моему, отличный вообще тоже пример. Мы с вами видим узнаваемое… Что значит каждая вот эта вот буква? О чем вообще эта история? Про что она? Да. Она про алфавит. Она про… Как мы с вами в словове едем. Большая, маленькая и так далее. Не мешает считыванию. В любом плане мы можем считать, и все понимают, что начинают учить язык с алфавита. Отличное, лаконичное, элегантное решение. Проект… Я про него уже в прошлый раз рассказывал. Вы наверняка даже посмотрели ролик, который был. Поэтому я очень бегло. Еще мне Родион спалил, что он тоже будет завтра упоминать про это. Вот. Наша задача была построить сложную систему, которая бы учитывала огромное количество элементов. Она должна быть динамическая и изменчивая. Она должна жить в пространстве. Поэтому, очевидно, какой-то сильно на графике мы акцент делать не могли. И поэтому мы взяли сетку, взяли типографское решение и за счет типографики решили всю эту задачу. У нас шрифт также подобран, какой он должен быть. А Родион, который завтра будет выступать, Родион Арсеньев, он был креативным директором на этом проекте со стороны клиента. И он меня брифовал на подбор шрифта. И он мне сказал, позвонил мне по телефону и говорит, нам нужен, знаешь, какой шрифт? Это должен быть такой 30-летний парень, который уже самореализовался, у него уже пубертатный период закончился, он уже себе все доказал, и он просто профессионально работает, но при этом огонек в глазах у него все еще есть. Ему все еще хочется что-то вообще делиться, давать. Ну, собственно, он такой, как преподаватель Украины. Ищи шрифт. Вообще одна осталась. Другой проект. Про ИКУ я уже много рассказывал, найдете где-нибудь. Совершенно свежий проект, который мы делали для компании, которая называется «Смекалка». Компания чем занимается? Компания занимается барным консалтингом. Они, если вдруг вы бар, и вы хотите, чтобы у вас были супер интересные оригинальные коктейли, и к вам все ходили специально из-за этого, вы обращаетесь в эту компанию, они придумывают супер сложные навороченные подачи с жидким гелием и так далее. Вот это вот все. И сочетают все эти элементы, и помогают вам этот бар отстроить. Потом вы спокойно себе продаете эти коктейли, и все хорошо. Компания ушла на второй план, такой спецназ в области, барный спецназ. При выборе названия мы исходили, что компания российская нам нужна, и их некая миссия, они хотели барную культуру в России как-то взбодрить, поднять, потому что есть лондонская, нью-йоркская, там Япония есть. Но в России какой-то такой сформированной нет, хотя город у нас, сами знаете, ничего я вам буду рассказывать, где достаточное количество баров, вполне бы можно было себе какие-то свои традиции здесь воспитывать. Поэтому нам нужна была национальная какая-то история, но грамотная, не ура патриотизма, а должна быть такая хорошая национальная история. Поэтому мы подумали, что искали термин, который бы все это характеризовал. Мы решили, что смекалка очень хорошо характеризует, исключительно имея позитивные коннотации, то, что присуще русским людям и то, что присуще их работе в том числе. Поэтому мы взяли название смекалка и посмотрели, как мы можем этот шрифт разложить на модули и собрать в одну структуру. И вот у нас разложенный шрифт, вот он собрался в смекалку благодаря, собственно, смекалке. Как это живет в контексте? Вам плохо видно? У меня здесь очень красивая картинка. Там такая на темном фоне фотография, потом в презентации посмотрите. Очень эффектный слайд. Как нам, собственно, нужно было... И у нас, согласитесь, здесь нет ничего в самих буквах, никакого национального посыла совсем нет. Нам нужно было это поддержать. Но здесь есть утонченность, здесь есть коктейли и так далее. Здесь есть вот то, что нам нужно было донести с другой стороны. И поэтому мы еще разработали паттерн. Он такой новонациональный. Он использует национальные мотивы, но их перерабатывает. Мы используем наследие, но у нас там помимо цветочков появляются апельсинчики, лаймики и так далее, которые им не свойственны. И поэтому мы это все... Вот эти модульные элементы легли в паттерн, все собралось в одну историю. И вот мы донесли определенное сообщение за счет шрифта. И это... Вот, смотрите, та-та-та, вот шрифт используется. Вот. Другой проект P15. Мне очень жаль. Но еще минуту. Вот. Вот. Вся идентика динамическая строится на типографике. Это агентство P15. И мы подумали, как мы можем P по-разному изобразить. И вот мы подумали, ну число P, 3, 14, 15, P, 15. Прикольно. Вот. Там есть еще о развитии этой истории в разных... Потом мы думали, как это вообще можно дальше развить. Вот мы взяли, написали число P. Вот. Все же знают, конечно же, число P после третьего знака. Никто не знает. Вот. Но на всякий случай, если вдруг те, кто знает, мы первые две строчки сделали правильные. Вот. Вот. А если посмотреть дальше, и вот у нас есть P, бесконечное длинное число, 15. Но это еще не все. Мы сюда еще в серединку заложили телефон. Вот, смотрите. Вот. 8, 960, 24, 02, 39. Вот. Никто это не найдет, но когда вы протягиваете визитку человеку, берете ручку и обводите свой телефон, он такой, да... АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вот. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Когда я придумал этот проект, для меня был очень сильный челлендж, потому что я его придумал для своего друга Вова Пасохина, вот наверху написано. Он креативный директор и основатель, собственно, этой студии. И он мне сразу сказал, ты креативный директор, я креативный директор, ни хрена ты не согласуешь. Вот. Никогда у тебя ничего не выйдет. Я думаю, что, возможно, вы делали когда-то дизайн для дизайнеров. Вы понимаете, о чем я говорю. Вот. И, соответственно, у меня задача была как-то ответить на этот вызов. Вот. Ну, вроде как, наверное, получилось. КОНЕЦ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ Продолжение следует...